всем привет друзья приветствую вас на своем youtube канале не забудьте подписаться на канал поставить колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну что сегодня погода испортилась у нас питере пасмурно холодно никуда не хочется идти не хочется идти на дачу в общем ничего не хочется поэтому сегодня я записываю влог ответы на вопрос у меня было очень много комментариев с вопросами о моей профессии поэтому сейчас сегодня хочу вам поподробнее о ней рассказать моя профессия не легкая она даже в чем-то наверное своеобразная началось это все очень очень много лет назад когда мне было лет шесть или семь где-то так в один прекрасный день я просто лежал в кровати вдыхал и бабушка подходит ко мне говорит мама была на работе дедушка тоже был на работе в общем мы вдвоем с бабушкой дома были и бабушка говорит пойдем прогуляемся я говорю нет ничего не хочу не хочу погулять взяла меня за руку на дело и общем вышли мы на улицу башен говорит пойдем зайдем музыкальную школу посмотрим что там происходит вообще просто как это все устроено а у меня музыкальная школа довольно таки специфическая была потому что сам как сказать главный филиал музыкальной школы он находился в поселке русско-высоцкой ленинградской области это за красным селом недалеко буквально но от города прилично вот а мы живем в другом поселке тоже ленинградской области но в этом же районе приблизительно вот так что филиал этой музыкальной школы находи находится рядом с моим домом в общем то и до сих пор он существует ничего с ним как сказать не происходит не случается в общем как он здесь долгие годы был так он долгие годы здесь и остался и мама у меня тоже здесь занималась в этом же филиале вообще что очень удобно вышел из дома никуда ехать не надо буквально к соседнему дому подошел и вот тебе музыкальная школа ну конечно такая сельская деревенская не такие элитные музыкальные школы как в городе рахманиновских и прочих у меня музыкальная школа была раньше была она в жилом доме пятиэтажки в трехкомнатной квартире вот такая музыкальная школа я же говорю она специфическая не такая как и все сейчас конечно музыкальная школа уже вы выделили помещение в здании конторы то есть жителям сейчас музыкальная школа не мешает я не представляю как столько много лет жители терпели с утра до ночи музыку с утра до ночи ребята с утра до ночи это был трындец какой-то ну ладно не об этом бабушка взяла меня за руку и мы пошли музыкальную школу кита тренгене кита звуки мне так это ребята раздражало это просто был какой-то ужас мы зашли поздоровались с преподавателем такая приятная женщина очень была слава михайловна ее зовут сейчас она уже не работает очень много лет она уже не работает в этой музыкальной школе башка говорит вот давайте прослушаем ребенка она говорит а давайте в общем она меня прослушала вроде все нормально со слухом было и говорит к сожалению у меня класс набран я вас взять к себе не могу приходите в такой-то день другому педагогу она вас еще раз прослушает и у нее места свободные есть и она вас возьмет и прослушали как только меня не прослушивали ребята этот день и заполнил на всю жизнь потому что с этого дня все началось вся моя вот эта музыкальная жизнь началась с этого дня просто жесть ну в общем началось все с нулевого класса меня взяли музыкальную школу оформили все нормально у меня значит то там идет очень странно получается нулевой класс так как подготовительный то есть вы также занимаетесь изучаете все мелочи музыкального мира и прочее то есть как ознакомление такое идет дальше идет потом у нас первый класс 2 3 4 5 6 и 7 но я занимался еще дополнительный класс 8 то есть после окончания музыкальной школы я отучился там 7 лет я еще занимался 8 год как бы подготовительный к поступлению более серьезным музыкальным музыкальным вузом да у меня была насыщенная музыкальная школа лично только у меня сальфеджио музыкальная литература у меня этого было очень мало в основном у меня практика игры я все скажу все значит дети после обычной школы шли домой ели делали уроки и бегом на улицу гулять и зимой и летом и весной и осенью у меня было все по-другому у меня была музыкальная школа три дня в неделю понедельник среда и пятница то есть я со школы допустим часов два в три до ну смотря зависимости от уроков раньше школе не такая была загруженность как сейчас я приходил домой быстро ел а бывало что я вообще просто не ел прибегал домой брал ноты и музыкальную школу заниматься из трех часов до восьми часов вечера по что педагога был автобус 8 10 по моему вечера отсюда она уезжала в город домой стоить трех часов до 8 вечера сидел музыкальной школе постоянно играл 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 то есть у кого-то да там понятное дело у всех учеников расписание было в свое время да но в эти промежутки на умудрялась меня впихивать и со мной заниматься заниматься и заниматься первые два года шли просто отлично но потом началась просто жесть включается жесть начались конкурсы ребята это жесть самых маленьких лет я на сцене самых маленьких поэтому сейчас у меня к сцене такое отношение вышел сыграл ушел то есть не ни страха не волнение не трясучки не мандража у меня нет ничего у меня был один страх когда я выступал в большом зале филармонии с подругой у нас был цикл точнее у нее был цикл она меня попросила помочь мы очень много концертов сыграли вместе с ней но это я скажу отдельно после этого не страшно ничего ребята вот начались конкурсы конкурсы мне были у меня были каждый месяц по два-три где-то наверное по два-три конкурса это очень много это огромные часы занятий то есть детства ребята у меня не было вообще у меня детство было за станком я постоянно сидел занимался были и скандалы и руганий чего ребята только не было это был какой-то ад и это длилось семь-восемь лет все эти конкурсы все эти концерты все эти отчетники и прочее у меня безумное количество наград я это покажу в отдельном видео я не хвастаюсь я отвечаю на ваш вопрос вы спросили про мою профессию я рассказываю у меня огромное количество грамот дипломов наград в виде статуэток очень много это все заработано непосильным каторжным путем многочасовыми занятиями за инструментом это по пять по шесть по восемь часов без вылазного сидения за инструментом я забыл сказать каком не инструмент я играю на фротопиано пианино рояль по-другому более доступно объясняю да вот ребята огромное количество занятий и движет наверно к такому успеху это очень сложно это ребята очень сложно я не знаю до сих пор я вспоминаю это время без вылазного сидения за инструментом сейчас я столько не сижу конечно если мне нужно что-то включить я учу это быстро возможно это уже опыт практика и как-то голова уже по-другому работает и ты работаешь уже на совсем другими моментами нет такой усидчивости которая была раньше сейчас все гораздо проще но и задачи другие окончание музыкальной школы я закончил ее с отличием по всем предметам у меня пятерки были самое что приятное у меня есть грамота за поднятие престижа музыкальной школы музыкальной школе подарили обалденный офигенный рояль вот не помню на каком-то конкурсе я что-то сыграл я получил какую-то программу хорошую программа везде состояла из 5 произведений разные сложности на все виды техники на все разные виды по стилям в общем заморочек много поэтому на каком-то конкурсе я очень что-то прям супер лучше всех сыграл и дали грамоту за поднятие престижа музыкальной школы и подарили музыкальной школе рояль вот у меня дали только грамоту ну ладно на этом спасибо вот ладно переходим дальше музыкальную школу я закончил как я уже с отличием и дальше началось еще больше жесткий момент в моей жизни музыкальной уже стал выбор куда поступать также я еще кстати съездил на несколько мастер-классов к известным личностям в Санкт-Петербурге к известным музыкантам преподавателям и огромный толчок в игре в практике в моей мышление перевернуло все представления музыки такая преподавательница Нора Христофоровна Нуриджанян просто ребята я конечно она уже старенькая была на то время я ездил к ней домой на консультацию на эти мастер-классы мы с ней очень много занимались она дала огромный толчок к сожалению уже нет в живых и таких педагогов к сожалению тоже очень осталось мало просто единицы она уже давно умерла но до сих пор я ее помню до сих пор помню ее наставления до сих пор помню как она мне все показывала что и как куда из чего и зачем и до сих пор я пользуюсь ее советами это очень помогает и на концертах и в преподавании и вообще с головой это очень все хорошо помогает поэтому у меня сразу скажу у меня нет высшего образования музыкального и никакого вообще у меня закончен колледж после колледж у меня стал вопрос куда же мне поступать я поступал и в консерваторию я поступал в Герцена в консерватории я получил 20 баллов не проходных к сожалению не помню какой там был проход в общем мне поставили 20 баллов в консерватории сидела в жюри наверное кто смотрит мой канал если музыканты то поймут Екатерина Алексеевна Мурина заслуженная артистка России она сидела на вступительных у нее еще мать была известная дирижер Хоровик Кудрявцева Елизавета Петровна по характеру не интенсивные они просто это такие боевые женщины просто ты мимо нее проходишь тебя уже начинает колошматить просто нервы начинают сдавать потому что такая от них энергетика в общем она сидела на вступительных они меня не пропустили в консерваторию почему? потому что нужно было ходить на подготовительные курсы платить денюжки так скажем и собственно потом уже поступать собственно денюжек у меня не было и времени ходить на подготовительные курсы у меня не было поэтому как запасной вариант я поступал в Герцена факультет музыки на то время так назывался сейчас я не знаю как он называется ребятам там какое-то длинное название в общем там и хореографы сейчас и чего там только нету в общем все в одной каше вот я поступил со всеми высокими баллами в Герцена и угадайте кто меня взял к себе меня взяла к себе Мурина та самая Мурина которая сидела в консерватории вот прикол да учился по-моему в Герцена года 2-3 по-моему 3 ребята я не помню но потом я не выдержал забрал документы и не смог потому что такой уровень извините не буду я углубляться в общем не подошел этот университет я благодарен Муриной вообще по гроб жизни тоже столько знаний опыта тем более заслуженный артистка России извините да это тоже о многом говорит в общем столкнулся я со многими хорошими личностями которые мне помогли научили и а еще один большой плюс в Герцена я занимался на кафедре органа то есть у меня есть еще не только фортепиано я умею еще играть на органе ребята я занимался у обалденной органистки она ученица Брау да столько она тоже ребята дала столько знаний просто нет слов поэтому у меня два инструмента меня спрашивали на каких инструментах я играю я играю на рояле я играю на органе вот поэтому вот как то так ну и собственно на этом моя учеба закончилась и чудесным образом я попал в Санкт-Петербургскую духовную академию и уже восемь лет я тружусь в ней в качестве преподавателя на факультете дирижирования вот также работаю с вокалистами так как то сложилась судьба что видите я работаю по профессии и это очень круто и моя близкая подруга Настюшка тоже с которой мы познакомились в колледже до сих пор мы дружим и как брат и сестра она тоже крутая пианистка и она работает тоже по профессии она работает в консерватории так что мы устроены слава Богу что все так получилось что профессия нас не покинула мы работаем на каждой на своем месте и самое главное что нам это нравится что не зря потрачено столько усилий столько времени на учебу да я конечно играю и концерты и выступаю еще один очень интересный момент я 6 лет пел в храме в хоре в составе хора ну конечно тоже это как работа была я пел в красном селе храм Александра Невского синенький может кто-то знает может кто-то проезжал кто с Питера явно знают я пел в храме Ванино Иоанна Богослова поселок Анино это в районе Горелово находится и я пел в соборе Владимирской иконы Божией Матери на метро Владимирское Достоевское этот собор все знают 3 у меня храма было 6 лет я пел 6 или 7 даже я уже не помню ребята я запутался сейчас на это времени нету потому что каждый раз надо вставать рано сейчас очень много работ у меня в академии поэтому у меня работа в храме пока сейчас отпала но думаю что как появится время обязательно вернусь и продолжу вот мои хорошие вот такая у меня профессия интересная работаю по профессии в Санкт-Петербургской Духовной Академии семинарии также закончил музыкальный колледж Мусоргского и не закончил институт Герцена но так получилось ребята бывает всякое в жизни бывает возможно когда-нибудь получу высшее образование но не по музыке хватит по музыке у меня уже вот опыта достаточно надо что-то что-то другое но я пока еще думаю посмотрим время покажет вот такой сегодня был ответ на вопрос обязательно сделаю вторую часть может быть завтра посмотрим хочу вам показать свои награды чтобы не быть голословным просто покажу сколько у меня дипломов сколько у меня грамот и какие статуэтки собственно у меня есть вот а на сегодня все всем пока спасибо за внимание а на сегодня надеялось ул asleep или его